609 атаки, 776 брони и 1425 здоровья. Медленная мана и массовый урон в 240%, а также слепота на 40% в каждой цели на поле, характеризуют героя как единственного такого в игре на данный момент. Есть, конечно, и две аналогичные четверки, Ху Тао и Данзабура. По принципу действия они одинаковые, только во втором случае навык этот рандомен и может не показаться. В целом, герой крайне прост в обращении, как и прошлая виновница обзора Сартана. Очередной экспресс-обзор. Все-таки материал у меня лежит уже с 9 апреля и пора бы выпустить его в свет. Класс Паладин – одни из защитных классов игры, так как герой обороны и ветка развития его должна выглядеть идентично. Максимальный уклон в оборону и здоровье, а также где стоит выбор между атакой ХП или атакой обороны, выбирать вторую. Если в обычной ситуации я говорю, что лучше брать здоровье, то тут все наоборот. Так как, во-первых, у героя много самой брони, а во-вторых, баф по классу усиливает ее еще больше. И чем больше брони, тем будет лучше. В конце есть выбор реген маны или крит, но выбирать крит – такое себе, ведь урон с камней небольшой. Данный баф по классу диспеллится, как и в обычном случае диспеллерами. Ну и конечно же он плюсуется с другими бафами на защиту и не только, так как это отдельный баф по классу. Да, вроде как можно переждать этот баф, но не всегда эта возможность есть. Ну или вы будете вообще под слепотой, если атакуете данного героя. И мало того, что есть промахи, так еще и увеличенная под корень броня героя могут все просто испортить. Один из самых жирных героев игры, особенно среди регулярных, и не забываем про его класс, который только что обсудили. У героя больше шансов проявить себя в центре обороны, нежели чем на плечах или по краям. В целом герой может стоять где угодно, это очень сильно зависит от других героев в вашей команде обороны, которые будут влиять прямо пропорционально на то, как сильно справедливость положительно повлияет на действия вашей защиты. При атаке на героя стоит помнить одну важную вещь, не стоит ее недооценивать. Даже несмотря на медленную ману, если она пиздает, так пиздает конкретно. И не имея хила, ну вы как бы рискуете просто запороть все четыре хода действия этого дебафа на вас. Так что не стоит недооценивать этого героя, повторю еще раз. Особенно в таком режиме, как рейды с очень быстрой маной, где эта тварь становится супербыстрой, как могильчик. И скажет она вам лишь одну фразу. Добрый вечер. В атаке за героя, конечно, будет сложнее играть все-таки медленный набор маны, но при этом, как и в случае с Азларом и подобными массовиками, как только произойдет использование ульты с вашей стороны, делайте с полем что угодно и как угодно. Особенно сильно раскрывается герой при наличии в тандеме такой желтой пятерки, как и Нари, о которой я говорил во вчерашнем видео. В принципе, как и с Уилбером. Два этих героя способны устроить тотальный разнос любой обороны врага, но все же я бы не торопился и подождал ноября месяца, где будет средняя по мане герой месяца Нейт, о которой я также упоминал вчера в видео. Еще один момент, но он должен быть очевидным для вас. Чем позже вы используете ульту справедливости, тем лучше. Нужно дождаться максимальных значений по мане у героев врага, чтобы не просрать ульту впустую, ведь у вас будет только 4 хода. Ситуаций, в которых есть целое поле желтых камней для очередной зарядки героя крайне мало. Оттого и говорю вам, действуйте разумно и не торопитесь. На Титанах герой полностью бесполезен, пожалуй, тут и добавить больше нечего. Налеты 7 из 10, оборона 8 из 10, титаны 3 из 10 и сложность управления 2 из 5. Скажу прямо, герой не фонтан, но и не дерьмище, которому нас привыкли готовить. Однако, даже учитывая это, я бы советовал отдать ей ресурсы на продвижение только при наличии дротиков на еще одного героя желтого цвета, то бишь 12 штук минимум. Вдруг вам придет другой регулярный герой или, чем черт не шутит, вообще уникальный. Однако, если на данный момент у вас стоит вопрос о продвижении героя, либо ждите ноября в ожидании Нейт, либо двигайте героя прямо сейчас. Но не забывайте, что на данный момент в игре уже куча героев с эмблемами, и из-за своей медленной маны герой будет почти неуправляем без эмблем. И да, если бы я выбирал эмблемы между Ричардом и Справедливостью, отдал бы их Ричарду, потому что он средний, и можно разогнать героя до быстрого. Чего не скажешь о Справедливости, которой нужен Донзабура, Ариэль или Каган в напарнике для разгона набора маны. Если согласен с видосом с тебя, подписка на канал, дабы не упустить что-нибудь полезное. Оставь свой уникальный коммент, который может попасть в следующее видео. Как обычно, решать вам, качать героя или нет. О, ты уже и лайк поставил. Спасибо, дальше интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok